Смотрите, в чем ошибка людей? Она заключается в том, что человек говорит, ага, у него есть, а у меня нет, я буду счастлив, если у меня это будет. И потом он страдает, ага, у меня нет, почему у меня нет родителей, и начинается поиск виновных. Родители виноваты, страна виновата, еще кто-то виноват, все плохие и всему подобное. А как нужно? Нужно не так, нужно, ой, я рад, что у меня есть, я рад, что я проснулся, я рад, что мне хорошо, Я рад, что тепло, я рад, что рядом эти люди, я рад, что у меня это есть, я рад, что проснулся, я рад, что кушаю, тогда он рад, что кушает это, тогда дадим ему еще чего-то больше, знаете, как в еврейском анекдоте, к Равину приходит еврей и говорит, Равин, скажите мне, а нет, на базаре, говорит Мойша, Мойша говорит кто-то, Мойша, скажите, почему вы все время говорите на слова, как ваши дела, всегда говорите хорошо, а ведь мы знаем, что у вас там чуть-чуть плохо, он говорит, послушайте, вы верите в Бога, он говорит, ну, так вот я верю в Бога, когда я говорю, вот я, допустим, скажу плохо, вы у меня спросите, как дела, я скажу плохо, Бог услышит и сделает так, ага, Мойша, ты не знаешь, как может быть плохо, вот сейчас я тебе так плохо сделаю, вот ты увидишь, как может быть плохо, поэтому я говорю хорошо, почему? Бог услышит, что Мойша говорит, мне хорошо, и тогда скажет, нет, Мойша, ты еще не знаешь, как может быть хорошо, вот сейчас ты увидишь, это такая особенность, вы знаете, это правда, человек, который ориентирован на то, чтобы ему было хорошо и радостно, он способен прийти к тому, чтобы в его жизни это произошло, именно поэтому есть вот во многих таких, наверное, ментальных, социальных слоях населения, есть особенно древних, вот армянский менталитет или социум, иудейский менталитет и социум, у них есть культура, это культура безумной любви к близким, к матери, к родным, вот в украинской культуре это есть, и это тотальное такое вот безумное яркое воодушевление и наслаждение тем, что дети растут, тем, что мамы там есть, там к тещам, свекрухам и всем остальным, то есть вот обожание, вот это, обожание, тонкое обожание, обожание семьи, обожание семьи, обожание там жены, обожание детей, я не говорю, что у всех, но у наиболее успешных именно так это все и выглядит. Знаете, это в еврейском анекдоте есть такое, приходит мужчина и говорит Равину, Равин, Ребе, скажите, почему у меня все в жизни плохо, как мне можно все изменить, он говорит, ты читал Тору, читал Тегелим, знаешь, знаю, ну вот помнишь, в Тегелиме есть Давид говорит о том, что радуйтесь и в радости, и с радостью, и дети в радости, и радуйтесь событию, и радуйтесь засыпания, и радуйтесь жизни, и радуйтесь, когда трубят. Ибо радость является самым важным, он говорит, Рабе, скажите, как же я могу быть радостным, если постоянно все вокруг меня плохо, дети болеют, у этих расстройства, мама болеет, жена болеет, денег нет и так далее. Он говорит, послушайте, как вас зовут, Мойша, Мойша, вы хотите денег? Да. Послушайте, радуйтесь. Почему? Потому что на что только не пойдет еврей, чтобы быть богатым. Поэтому радуйтесь, Мойша, идите на это. Поэтому, когда человеку плохо, как там у Мандельштама было, я же шел вперед, навстречу ветру, веря в доброту, любовь и нежность. И именно это и заставляет, вот, не теряйте надежду, не терял ни веры, ни надежды. Есть такая особенность, люди, которые в христианстве, они прославляют три элемента, как раз сегодня один из этих элементов. Эти три элемента, это вера, надежда и любовь. Понимаете? Почему у людей не умерло это все? Что такое верить? Верьте, что скоро все будет хорошо. А надежда? Надейтесь, что скоро будет хорошо. Любовь? Любите самых близких. Почему? Ну так, кого еще нужно любить, как не их? Они вам жизнь посвящают. Они с вами просыпаются, они с вами засыпают. Кого еще любить? Кто еще ближе? Самая большая ошибка в жизни человека заключается в том, что человек ненавидит всех, кто связан с ним по крови. Человек ненавидит тех, кто живет с ним под одной крышей. И человек ненавидит себя. Это три человеческих проклятия. Такой человек будет всегда страдать. Помните об этом? И никогда не совершенствует... И никогда не совершенствует...